В 68 так называемых тупиковых домах Елабуги в этом году будут установлены индивидуальные тепловые пункты. Сегодня ведутся проектные работы, ну а сама установка начнется в мае и продолжится до начала следующего отопительного сезона, то есть до октября. Об этом на общегородской планерке сегодня объявил глава района Геннадий Мельянов. Напомним, эти дома расположены в таких микрорайонах, как 5, 6, 8, а и 12. Здесь уже много лет существует проблема с отоплением и горячей водой. Точнее, чтобы она стала горячей. Нередко жителям приходится ее подолгу сливать. Причина – нет циркуляции. Мы ждем этого ремонта. Все у нас ждут. Установят, нам обещают, что будет у нас уже вода в круговой тя. А сейчас она не централизуется. Вот из-за этого у нас холодно. Это же хорошо, когда дома будет постоянная температура. Для ребенка, во-первых, это будет очень хорошо, для здоровья. Я думаю, надо в крови. Положительно относимся. Пусть быстрее поставят. Пусть быстрее будет тепло. Если индивидуально, то нормально. Хорошо. Все, что делается, наверное, к лучшему будет. Теплее будет. Потому что сейчас холодно, но с ребенком тем более. Приходится надо газ включать, чтобы согревать квартиру. Кроме ИТП в этих домах установят и общедомовые приборы учета. Сегодня они установлены не везде. Полный список домов, где этим летом ожидается реконструкция сетей отопления и горячего водоснабжения, глава района озвучил лично. Мира, дом 8, 10, 14, 14А. Это я по 8 микрорайону говорю. Мира 16. В этом году будет ИТП установлено. Нефтяниково 23. Строителей 8Б. Молодежная 8. Молодежная 10. Молодежная 12. 14. Так, микрорайон 8А. Строителей 13, 15, 17, 17А. Микрорайон 6. Это Мира. Дом 1, 1А, 3, 5 дом, 7 дом, 9 дом, 13 дом, 15 дом, 17 дом, 19 и 25. Пролетарская 1Б, 2, 2А, 4, 6, 6А, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Нефтяников 12, 14, 16, 16А, 18, 20, 20А и 20Б. Так, 12 микрорайон. Гизата 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30. Пролетарская 38, 40, 44, 46. Интернациональная 4, 6, 8. И микрорайон разведчиков 4, 46, 48, 50, 54, 56. Список домов можно будет узнать и в газете «Новая Кама». Отметим, всего в городе так называемых тупиковых домов 86. Но 18 из них бесподвальные. В основном они расположены в 8 микрорайоне. А индивидуальные тепловые пункты устанавливаются в подвалах. Поэтому принято решение, что в таких домах их установят в специальных будках. Правда, это станет возможно лишь в следующем году. Это Мира, дом 6, да? Нет, Мира 18, Нефтяников 21, Нефтяников 25, 27, 29, 31, 33, 35. Строители 2, 4, 4А, 4Б, 8, 8А, 8Б, 10, 12. И молодежная, нет, строители 8Б будет. И молодежная 2, и дом 4. Вот в этих домах не будет. Работа будет вестись в рамках программы по модернизации и реконструкции теплосетей Елабуги. Например, на проектирование и установку самих индивидуальных тепловых пунктов необходимо около 80 миллионов рублей. А вот реконструкция сетей обойдется не меньше, чем в 95 миллионов. Работы будут вестись за счет республиканского бюджета, местной казны и инвестора ПТС. Первые итоги подведены. Рабочая группа начала анализ работы управляющих компаний, первый на очереди гарант. В городе и районе стартуют средники и субботники, а также посадка деревьев. На каких улицах будут посажены молодые деревья? Об этом и не только. Смотрите завтра в полной версии планерки.